Никол Пашинян пытается заручиться поддержкой президента России Владимира Путина. Именно в этом, по мнению российских экспертов, заключается цель визита армянского премьер-министра в Москву. Пашинян также намерен просить Кремль оказать помощь в модернизации армянской армии, потерпевшей сокрушительное поражение во Второй Карабахской войне. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, Москва вооружать Ереван не намерена. Военно-техническое сотрудничество не может вечно осуществляться на безвозмездной основе. Стимулировать развитие своей собственной экономики и устанавливать нормальные взаимоотношения со странами и регионами. Разблокирование транспортных коммуникаций обеспечит выход Армении из экономического кризиса. Это же возможно при реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Выполнение пунктов данного документа также в центре внимания встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна. По мнению экспертов, Москва должна оказать давление на руководство Армении, ведь Ереван всячески уклоняется от выполнения ранее достигнутых договоренностей. Стороны, возможно, обсудят вопрос использования ракетных комплексов из Киандар-М во время Второй Карабахской войны. Обломки ракеты были найдены в освобожденном городе Шуша. Полагаю, было бы очень полезно, чтобы Владимир Путин поднял вопрос, связанный с необходимостью передачи армянской стороной карт минных полей, для того, чтобы Азербайджан мог получить подобного рода информацию и обезопасить своих граждан от подрыва на армянских минах. Минные поля армии ставили в течение почти 30 лет. Сегодня одно из главных препятствий на пути нервного восстановления жизни в освобожденных районах. Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня текущего года. В ближайшие дни для старта кампании по внеочередным выборам премьер-министр Никол Пашинян подаст в отставку. Пашинян намерен сформировать новый депутатский корпус.